Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 17 октября. И встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые актуальные новости. Это программа «Фрэш-новости» и мы начинаем. 19 градусов и ясная погода ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет южного направления скоростью до 4 метров в секунду. Можно сказать, что природа дает жителям региона шанс насладиться всей красотой золотой осени. Это хорошее время для красочной фотосессии и грех не воспользоваться такой возможностью и не выйти вечером на прогулку. Но природа не всегда была такой благосклонной. Например, в 1976 году в это время на дворе стояла настоящая зима. Столбик термометра в тот год опустился до минус 7,2 градусов Цельсия. А рекорд со знаком «плюс» был установлен в 1990 году. В тот год температура воздуха прогрелась до 18,9 градуса Цельсия. 17 октября 1964 года впервые на территории Беларуси в районе Речицы обнаружено промышленное месторождение нефти. С тех пор открыто более 80 таких месторождений. Однако мало кто знает, насколько трудными были поиски. Они начинались под Мозырем, где закладывались первые скважины, но не давали особых результатов. Затем поиски перенесли в Речицкий район, где было пробурено 8 скважин. Именно 8 скважина и дала положительный результат. 17 октября 1964 года скважина дала 600 тонн нефти в сутки. Так началась история Реческого месторождения. Сегодня на месте 8 скважины установлена Стелла и памятный знак. Стелла представляет собой нефтяную вышку, именно такую, какой она была в те годы. В Гомеле в октябре проходит информационно-образовательная акция по профилактике болезни системы кровообращения. Уже сегодня медработники ждут вас с 14 до 16 часов в магазине Доброном по адресу улица Советская, 97. Всем желающим специалисты измерят артериальное давление и дадут индивидуальные консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Кроме того, можно будет рассчитать индекс массы тела и научиться правильно измерять давление самостоятельно. В Гомеле пройдет первый большой турнир по виртуальному боксу. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться. Бой будет проходить до победы одного из участников, то есть до нокаута или по окончанию 12 раундов. Чемпионат состоится 26 октября. Все подробности ищите в соцсетях. 20 октября на базе сельского Дома культуры в Березках пройдет конкурс рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей «Навальница». К участию в конкурсе приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы независимо от ведомственной принадлежности и без возрастных ограничений. Заявки уже подали коллективы из областного центра, Будокошелевского, Светлогорского и Реческого районов. Ожидается прибытие гостей из российских клинцов. Концерт с тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет 20 октября в Музее истории Гомеля. Дополнят звучание турецкие, индийские и иранские инструменты. По словам организаторов, это будет не концерт в классическом понимании. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой. Вибрационно-акустический массаж с пающими чашами и диджериду по праву считается одной из лучших антистрессовых процедур, благодаря своей способности максимально расслабить и успокоить нервную систему человека в кратчайшие сроки. Концерт будет сопровождаться рассказом о необычных инструментах и техниках медитации. Министерство лесного хозяйства инициировало проведение акции «Чистый лес». Мероприятие состоится 20 октября. Главной целью акции является привлечение внимания общества к необходимости бережного отношения к лесу, основному природному ресурсу Беларуси. Сегодня по-прежнему остается актуальной проблема несанкционированных свалок-отходов. В связи с этим Минлесхоз призывает всех неравнодушных беларусов принять участие в акции, внеся свою посильную помощь в благоустройстве лесной территории. Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество. Организация Министерства обеспечит участников «Чистого леса» необходимым инвентарем. До 2 ноября на территории Беларуси пройдет республиканская акция МЧС «За безопасность в месте». Ее цель – снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях. В ходе акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, где дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Также сотрудники МЧС осуществляют мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения и выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Компания «Ауди» изменит свой логотип. Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления четырехколечного логотипа в 1934 году. Согласно эскизам, которые компания предоставила в патентное ведомство Германии и США, кардинальных изменений не планируется. Марка, скорее всего, намерена расширить число вариаций своих логотипов. Первый эскиз – это уже знакомые нам четыре кольца, но без перекрещивающихся полукружий в центре логотипа. Второй вариант эмблемы выглядит и вовсе революционно. Это две пары полукружий, объединенных центральной перемычкой. Эксперты отмечают, что классический вариант после премьеры новых логотипов также останется. Новое задействует для оформления перспективных новинок – электрических, спортивных или люксовых моделей бренда. Кошка по кличке Мисси два раза помогла своей хозяйке Анджеле Тинник вовремя обратиться к врачу. Женщина заметила, что ее кошка стала лежать у нее на груди, хотя раньше этого не делала. Тинник обратилась к врачам, которые обнаружили у женщины предраковые клетки. Тогда врачи смогли вовремя прооперировать пациентку. Через два года ситуация повторилась. Женщина снова обратилась к врачам. В этот раз они диагностировали рак. Если бы невнимательность кошки, могли бы пройти месяцы, пока женщина заметила бы симптомы заболевания. Анджела Тинник выдвинула миссию на национальную кошачью премию в номинации «Кошка-герой». Врачами был составлен список из семи продуктов, которые вызывают бессонницу. В этом списке первое почетное место заняла на удивление вода. Причина весьма простая. Чрезмерное употребление жидкости заставляет работать мочегонную систему. Конечно же, в таком случае на крепкий здоровый сон рассчитывать не приходится. Также эксперты не рекомендуют употреблять на ночь газированные напитки. В них очень большое содержание кофеина, которое учащает сердечное сокращение и возбуждающий нервную систему. На ночь нельзя шоколад и мороженое. От томатного соуса также придется отказаться, поскольку в его состав входит тирамин – аминокислота, способствующая активности. Также на ночь нежелательно употреблять острые закуски и чипсы. Ученые из США установили, что между счастьем и уровнем сахара в крови есть прямая связь. Отмечается, что глюкоза способствует снятию напряжения, недовольства и раздражения. Американские исследователи решили узнать, как глюкоза способна повлиять на семейные отношения. Для этого они провели эксперимент с участием 107 семейных пар. Каждый из испытуемых должен был два раза в день замерять уровень сахара в крови и сахара в крови. И фиксировать данные о степени своей агрессивности. В конечном итоге специалисты установили, что если уровень сахара в крови у человека повышен, то он становится более рассудительным, добрым и меньше склонен к проявлению агрессии. Помимо этого, увеличивается продуктивность работы мозга, человеку легче справиться со своими эмоциями. Чем рискуют люди, отказываясь прививаться? Именно на такую тему пойдет сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель». Включайте сегодня телеканал «Беларусь 4 Гомель» в 20.25 и присоединяйтесь к эфиру. Телефон в студии 342-243. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. «Добрый вечер, Гомель» ВОД